Туймазинский завод автобетоновозов, дочернее предприятие КАМАЗа в Башкирии, представит на выставке «Строительная техника и технологии 2016» две свои новинки. В марте в серийное производство был запущен обновленный модельный ряд – бетоносмесители с барабанным объемом 5,7 кубов. Рестайлинговые кабины, двигатели экологического класса Евро-4 и нагрузка на ось не более 8 тонн. Пока это единственные в России спецмашины, которые без труда проходят весовой контроль. В широкой публике новинки покажут 31 мая, но ждать совсем не обязательно. Наши корреспонденты уже побывали в Туймазах и привезли оттуда свой репортаж. У конструкторов из набережных Челнов и Туймазов была весьма сложная задача. Новые машины нужно было научить при полной загрузке правильно распределять нагрузку по осям, не более 8 тонн на каждую. Это требования российских техрегламентов грузовым автомобилям, и они, кстати, уже сделали существующие автобетоносмесители нерентабельными. Если на современных миксерах 7-кубовых, допустим, можно возить всего по 3 куба бетона, то на этом бетоносмесителе можно полноценно возить 5 кубов бетона, и при этом нагрузка будет соответствовать весовому регламенту. Речь о младшей из новинок на трехосном шасси КАМАЗ 65115. На бетоносмесителе с барабаном в 7 кубометров используются шасси уже на 4 оси. Здесь также удалось добиться требуемых параметров, и работу по совершенствованию модели готовы продолжать. Шасси КАМАЗ 6540 – это очень легкая машина. Теперь, если мы его оснастим еще легким технологическим оборудованием, у него будет максимальная весовая дача. Мы планируем даже довести его грузоподъемность практически до 8-9 кубов. Снизить общую массу автомобиля получилось за счет отказа от традиционных решений. К примеру, привод барабана больше не автономный. Через коробку отбора мощности он напрямую сопряжен с двигателем грузовика. Это один из примеров избавления от лишней массы. А есть и примеры спасения от потерь при нагрузке. Данный автобетоносмеситель оснащен оригинальным устройством загрузки бетонной смеси. Широкая загрузочная воронка, которая переходит в специальную лотоку круглого сечения, что позволяет загружать барабан очень быстро, без обратного выплеска бетонной смеси. Такие случаи иногда бывают при неаккуратной загрузке. Есть решения не только технические, но и экономические. Импортные комплектующие заменили на отечественные. На выставке в Москве образец будет иметь отечественную гидравлику, тросовое управление, гидронасос и маслоохладитель. Это четвертая ось. Также можно выбрать каждое колесо отдельное. Я уже более точный в балансировке автомобиля. Именно так проверяют готовый продукт и при необходимости дорабатывают. Пока контроль заводских метрологов отклонений не фиксировал. Параметры на ось не превышают те значения, которые заложены в нормативной документации и соответствуют разрешенным федеральным законодательствам. Егор Орлов, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа.